Приветствую, друзья! Вы на канале Галченко DIY. И сегодня у меня еще одна работа на новогоднюю рождественскую тематику. Лепить я буду героев игры Among Us. Лепить я буду на кружке. Таких героев можно сделать на блокноте, в виде брошки. То есть, в принципе, все, что вы захотите, можно сделать с этими героями игры. Я покажу, как их делала. Для начала я взяла глину желтого цвета. Сделано небольшой прямоугольный брусочек. Тельце будет будущего Among Us. Честно говоря, я даже не знаю, как их зовут. Вот. В принципе, сама игра о том, что герои на космическом корабле и ищут предателя, который всех убивает. И цель этой игры, конечно же, найти этого предателя и выкинуть за борт, чтобы остальные остались живы. Такая небольшая детективная история. В принципе, поиграть можно, скоротеть вечерочек, но не более того. Но, тем не менее, я решила детям сделать такой сюрприз новогодний. Они у меня любят сейчас разгадывать тайные секреты. Вот. Сначала я, как и сказала, сделала небольшой прямоугольный брусочек и к нему прикрепила ножку. Потом при помощи стека с резиновой кисточкой загладила все неровности, которые были при соединении, при стыковке. Вот. Это должно быть цельный человечек, у которого только тельце до ножки. Ну и скафандр. Видимо, это скафандр, да. Потому как стекло, там, где должно быть лицо, показывает нам, что это. Да, это скафандр. И они все в костюмах защитных ходят. Вот. Вторая ножка у нас получается, как будто он идет. Делаем ее на заднем фоне из двух частей. Ручки будут обычные брусочки, прямоугольные, с одной стороны, с другой стороны, так как он будет держать снежочек, чтобы запыльнуть предателя. Делаем небольшие пальчики. Пальчики я скатываю просто шарики. И креплю на небольшой брусочек, который сделала из глины. Теперь, смотрите, лишнее мы обрезаем. Вот эта часть лишняя. Под скос делаем надрез. Глину убираем. И немножечко разворачиваем ручку. Получилась такая вот открытая ладошка. И делаю небольшое углубление по середине ладошки, как бывает у человека, когда он что-то сгибает. В это углубление я впоследствии и сделаю снежочек. Прорезаю немножечко побольше отверстия между ног, чтобы было лучше видно, что он идет. Работать лучше всего резиновыми кисточками, они мягче. Работа получается более цельная. А теперь делаем скафандр, стекло. Для этого я взяла белую глину. Можно взять голубую, синюю. Крепим его вверху. И делаем из черной глины жгутик. Это будет огонтовка скафандра. Чтобы глина между собой лучше скрепилась, я использую фимогель. Наношу по кругу от стекла, где будет крепиться окантовка. И уже после этого накладываю саму окантовку. Глина будет намертво после запекания. Прикреплим. Прикреплим. Продолжение следует... Немножечко подправляем, чтобы окантовка проходила впритык по стеклу. И вот такой первый чудик космический готов. Теперь делаем ему шапку. Красная глина у меня закончилась, но это не беда. Я взяла розового цвета глину, впоследствии ее покрашу сухими мелками. Вытягиваем шапку-колпачок. Подкрашиваю сухой пастелью. Делаю небольшие складочки при помощи резинового стека. И накладываем меховую окушку снежную. При помощи зубочистки делаем ее пористой, воздушной. На кончик колпачка также делаем шарик. И протакаем зубочисткой, делая более пористым, чтобы был похож на мех. Елочки я отливала из эпоксидной смолы. Сейчас я их насажу на глину. Крепление у меня будет также при помощи фимогеля. Если понадобится, то потом можно подклеить эпоксидной смолы. И наклеиваю, смотрю, где у меня будут располагаться елочки. Елочки я заливала эпоксидной смолы в молд. Они такие аккуратненькие, красивенькие. Добавила немножко золота, чтобы более нарядные были. Обрезаю лишнюю глину, которая после надавливания вылезла. Все, теперь у меня елочка будет по кружке. Не надо дополнительно ничего клеить или изгибать форму. Если где-то много убрали, можно внутрь под елочку еще глину поместить и придавить посильник чашки. Делаем следующего космического героя. Для этого я взяла просто прямоугольную форму, вытягиваю лапки. В принципе, то, как они и есть. Ножки, на которых они передвигаются. И выбираем теперь для него место. Каждому герою игры Аманкас можно выбрать дополнительную либо шляпу, либо другой аксессуар. Поэтому некоторые в ковбойских шляпах. Вот у меня один в Дедморозовске, другой будет с антенкой. Поэтому можете фантазировать. Добавлять очки, добавлять украшения, шляпы. Так ваши герои станут еще интересней и ярче. Здесь добавляем опять стекло из белой глины. По размеру оно будет поменьше. Проходим влажной салфеточкой, чтобы сгладить углы. И наносим на нашего зелененького человечка. Вот такой чудик замечательно получился. Ничего сложного, зато креативно. Окантовку делаем также из черного жгутика. Лишнее убираем. Теперь вставляю снежок в лапку желтенького пришельца. Он ищет предателя, который пуляется во всех снежками. При помощи зубочистки делаю рыхлость. И также при помощи зубочисточки делаю углубления в пальчиках, которые как будто зажимают. А вот и первый снежок, который прилетел в спину детектива. Снежок рассыпался. По желтенькому чудику. Я делаю кляксоподобные ответвления снежные. Как будто снежок только-только прилетел и разбился на нем. Ну и немножко снега на шапочку. На колпачок. Теперь укладываю снег под ногами. За спиной я сделала еще сугробы и посадила туда еще одного героя Амангас. На этот раз синенького. Вот он и будет предателем, который пуляет во всех снежки. Елочку вторую я прикрепила точно так же, как и первую. Сначала посадила на глину и потом уже придавливала кружки, чтобы она обрела форму выгнутую. Окантовку я точно так же из черной глины жгутиком сделала. И добавила в лапку, в ручку снежок, чтобы было видно, что это он пуляет в снежки. И добавила в снежки. Кружку уже можно оставить так, как я говорила, что украшения у них аксессуары могут быть самые разные. На зелененьком это треугольничек антенка, у голубого это ручки непонятные. То есть, в принципе, украсить можно на свой вкус и цвет. Я решила добавить еще из глины фон. После того, как основные детали у меня запеклись, я их снимаю. Подеваем аккуратно. В некоторых местах детали тонкие, чтобы не сломать. Поддеваем. Кружку зачищаем. При помощи жидкости для стирания лака я обезжириваю кружку. Очищаю ее от пыли, грязи, от глины, если где-то что-то лишнее было после запекания. И теперь фон наношу на круг. Героев необходимо смазать также фимогелем, чтобы сцепка была лучше. Сейчас я пока смотрю, где кто как будет располагаться, чтобы было красиво. Теперь уже наношу на запеченные детали фимогель и вдавливаю в фон. Много фимогелем не понадобится. Небольшая капелька, растираете все и крепите. И так получается картина, что где-то за сугробами спрятался предатель и пуляет проходящих мимо соседей. Вот такие вот снежочки. Кому-то весело, кому-то не очень, но один из них решил найти предателя. Крепим героев так, как вам нравится. Пока это еще возможно. А вот после того, как уже все запечется, будет сложно их переставить. Вот такая веселая новогодняя клюшка у меня получилась. Буквально я их делала минут сорок. С момента, как узнала о игре, посмотрела, что это за игра. Посмотрела, что детям она интересная. Они ищут предателя. Смотрят, как его найти, как его вычислить. Игра, в принципе, зарядка для ума. Еще немного снега. Планета у нас чужая, поэтому снег у меня желтоватый. Шапочку я решила покрасить еще красным гелем, чтобы она более новогодней выглядела. Ну и после запеканий посмотреть, какое чудо у меня получилось. Новогодняя игровая кружка. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok